Всем спасибо большое за приглашение. Спасибо. Знаете, вот мы здесь философствуем, а при чем здесь вице-премьер, при чем здесь министр? Ну, если зайти на сайт Министерства культуры, мы с вами четко поймем, что главная функция Министерства — это формирование государственной политики в сфере культуры и искусства. И вот эти их посты, где они именно занимаются сегодня расколом и демонстрируют деградацию культуры в Украине, и, я считаю, должны понести за это ответственность. И после таких заявлений, безусловно, и Кириленко, и этот министр, который все тут борется за чистоту нации, Нищук, они обязаны просто уйти в отставку, потому что мы считаем это абсолютно недопустимым. Легче всего бороться с артистами, с песнями, с фильмами. Вот запретили же у нас иронию судьбы. Там, с соцсетями, с одноклассниками, ВКонтакте. С этим легко бороться, потому что для этого достаточно постановления правительства, либо там большинство проголосовать в Верховной Раде. Гораздо сложнее сегодня бороться с бедностью, с коррупцией, с тем, что страна стала самой бедной в Европе. И вот этот скандал, который мы сейчас все видим, я считаю, что это тоже один из инструментов глобальной политической борьбы. Потому что отвлечь внимание от колоссальной скупки голосов на выборах, от тех фальсификаций, которые сейчас идут, отвлечь внимание от колоссальной проблемы сегодня в экономике и в социальной защите, гораздо удобнее обвинить сегодня артистов, которые кому-то не понравились, которые прошли конкурсы и победили на этих отборах. И в чем здесь глобальная угроза, я считаю, для нас, как для политиков, и почему мы здесь также присутствуем? Потому что сегодня они решили отменить конкурс по Евровидению, а завтра они также решат отменить выборы президентов, если какой-нибудь не такой патриотичный кандидат в президенты выйдет в финал, по их мнению. То есть результат кого-то не влаштует? Да. Их не устроит результат, они скажут, извините, он ездил в Россию, или он не на том языке разговаривает, нет, в церковь ходит. Поэтому это такой очень серьезный сигнал, который нельзя упустить, пропустить, сказать, да, ну ничего страшного, там сами разберутся артисты. И самое важное, что мы можем взять из этого конкурса, что общество ответило, что они устали от этого ура-патриотизма, от этой шароварщины, которую нам пытаются навязать, что люди знали всю информацию об участниках, но при этом они сделали свой выбор, они проголосовали и они поддержали. И никто сегодня не имеет права после результатов делать такие себе пустые заявления. Пусть они отвечают, идут и рассказывают о том, сколько учебников напечатали, сколько книг напечатали, сколько на фильмах на производстве украли. Пусть лучше они за вот это пойдут и отчитаются сегодня. Они рассказывают, кому на Евровидении выступают. Балабан, можете прокоментовать ось тезу, яку мы сейчас почунули?